Всем привет, дорогие мои, уважаемые зрители! Обзор на видео Эдика Адамяна. Вот они дома, здесь, в Белебее, в квартире. И, наконец-то, нам показали и объявили подарок для Элинки на день рождения. Это телефон Samsung. Девочки, я считаю это хорошим подарком. Девочка хотела этот телефон, Эдик сказал. Она им сказала заранее. Очень замечательно. Слава Богу, что не золотые какие-то браслетики или еще какая-то фигня. Очень хороший подарок. Девочка, видно, очень довольна, радуется. Начинают там разбираться с сестричкой в этом телефоне, настройки. Ну, в общем, вы все это видели. Единственное, девчонки, мне не понравилось или не показали, как вручали и как поздравляли этот подарок. Или было на самом деле вот таким вручением каким-то скудным, молчаливым, грустным, безэмоциональным. Вот подарок Элинке. С днем рождения тебя, дочка. И на этом все. Не видела я эмоций, хотя это дети. Дети всегда бурно проявляют свою радость. Знаете, как-то по-другому на лицах проявляется вот это вот счастье. Вот он, долгожданный телефон. Знаю, вы напишите, скромные девчонки, скромные, да, согласна. Но как-то все очень тухло, как для меня. Покритикуйте, если я не права. Ребят, по прикулечке показал. Оказывается, ходил на эту барахолку, здесь же в станице Суворовская, Эдик. Ну а как же, вместо того, чтобы траву там в саду покосить, заняться делом, я еще раз буду настаивать, даже если еще документально дом не оформлен на Эдика. Можно было приложить руки и хоть какую-то часть работы сделать. Все равно сделка состоится, ничего страшного не произойдет. Люди договорились, мне кажется, наверное, может и задаток дал, а может уже и полностью рассчитались. Потому что Самвел сказал, он произнес такую фразу, что Эдик дом уже купил. Может быть уже и ударили по рукам, да? Почему бы там не поработать? Ты теряешь сейчас время, теплые деньки уходят, а впереди дождливая осень, и все будет очень сложно. И тем не менее, девочки, барахолка. Посетил барахолочку, накупил прибамбулек всяких. Уже я говорила, он показывал в поезде колокольчик этот глиняный, керамический барышня русская в кокошнике или в короне и сарафане. Человек собрался переезжать. Зачем это барахло сейчас скупать? Такой экономный, да? Денег же все не хватает, говорил мамке, денег не хватает. Зачем ты тогда транжиришь эти деньги? Тетя подарила эту пивную кружку, я считаю, тоже. Ни к чему абсолютно. Зачем это все? И вдруг, девчонки, что я вижу? Ударился Эдичка в антихвориат. Мне было очень смешно. Эй, алло, куколки, Эдика, отзовитесь. Так что там, как там ваш Эдик? Себя чувствует? Не, не повторяет за самвелкой. Мы же это тоже говорили, вы помните? Что бы ни сделал сам Вэл, тут же, ну, в силу своих возможностей и умственного развития, повторяет Эдик за севкой, чтобы не отстать. Не дай бог. Может, даже хочет переплюнуть своего братца-миллионера из Днепра. Не получится, Эдик, там очень большие деньги, очень большие усевки деньги. Ничего у тебя не выйдет. Ну, зачем тужиться? Это не хорошо, не плохо, ребят. Здесь я не критикую. У каждого свой уровень. Человек может жить в хрущевке и быть счастливым человеком. Зачем куда-то и за кем-то тянуться и бежать? Вот этого я никогда не понимала. Абсолютно. Если человек самодостаточный, уверенный в себе, гармоничная такая личность, он никогда не будет за кем-то что-то повторять. Это смешно со стороны выглядит. Накупил уже поварёжечку, ножичек, как он говорит, с мельхиора, с этими завитушечками, послевоенная Европа. Сделал такое заявление Эдик. Какая-то сахарница, там в комментах я почитала, девочки исправляют. Это не сахарница, это икорница. Мне больше похоже на сахарницу. Действительно, военные фильмы. Вот если посмотреть, ребят, кажется мне, что видела я такие. Там рафинад, этот кусковой сахар. И действительно, щипчиками берут или такие кусачки, знаете, колят этот сахар, потому что кусковой, а не квадратиками, кубиками, он очень твёрдый. Его нужно было просто колоть этими щипцами. Больше мне, мне так кажется, я могу ошибаться. Для сахара эта вещичка такая, штучка, шкатулочка какая-то похожая. Но, народ, зачем это всё? Вот эта вот мелочь. Для меня это, например, барахло ненужное. И дальше Эдик рассказывает, что все вещи свои они заберут, ребят, и будут всё-таки перевозить. И говорит, что вы там смеётесь над нами? У вас там ничего нет в квартире, что вам там перевозить? Ваши доски несчастные? Да это даже не доски, ребятки. Это опилки прессованные, самые дешёвые, обтянуты плёнкой или бумажкой. Заклеены, из этого собраны кроватки эти, полочки, столики у девчонок в комнатах. Это нет слов. Вот просто нет слов. Это всё он собирается тащить туда, в Ставропольский край. Это диван, как он говорит. Диваны у нас, кровати у нас. Какой диван? Ребят, вот этот клик-кляк, это раскладушка обычная, просто с толстым матрасом. И этому матрасу придали форму как бы дивана. Он раскладывается, это клик-кляк. На металлических этих каркасах обычная раскладушка. Дешевле не придумаешь. Он очень лёгкий, этот диван. Их полно в любом магазине, я просто понимаю, о чём я говорю. Зачем ещё это тащить, я не знаю. Я не знаю, я умываю руки. А самое главное, девчонки, мы с вами уже хихикали на эту тему. Я обозвала этот хрустальный гроб, но он не хрустальный, это стекло обычное. Вот это вот, как колонна с этими побрякульками. Он сидит и рассуждает, как это всё перевозить. Дощечки, каркас, стекло, потом опять дощечки, потом опять стекло. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Бред сивой кобылы. Мужику сорокет. Мама дорогая. Хавайся, кто может. Пусть везёт, девочки. Пусть нанимает контейнеры, машину. И вперёд пусть перевозит ценный груз. Смеётся над зрителями, которые писали в комментариях, что, Эдик, тебе проще и дешевле купить там на месте такое же дешёвое барахло, чем перевозить это, нанимать этот контейнер, заправлять, если машины будешь перевозить до топлива, платить водителю за услуги. Оно побьётся, поломается. Я не понимаю. Ещё раз, девочки, повторюсь. Эту глупую затею я не понимаю. Или отказываюсь понимать. Но Эдик сделает по-своему, ребят. Будем везти этот набор для первоклассника, знаете, дощечки с бумажечкой, но своё, мебли. Телевизор куплен в 2014 году, ребят. Этому телеку 7 лет. Куда ты его везёшь? Ты такой бедный, не можешь себе телек купить там на месте. Как говорила Ирина, помню я, в телефонном разговоре с Самбеллом, что Эдик заявил в объявлениях по продаже квартиры очень высокую цену. И там девчонки писали, миллион восемьсот тысяч, по-моему. Я не знаю, насколько это дорого, но все люди писали, это очень высокая цена. Никто никогда в той местности, в том городке, эту квартиру угловую, на пятом этаже, без лифтодом, никто никогда не купит. Если ты уж заявил такую цену, хотя бы не растаскивай вот эти меблишки несчастные. Оставь там всё как есть. Я бы взяла посуду свою, одежду, обувь, ну, свои личные вещи, и езжайте. Напиши в том объявлении, что квартира полностью упакована. Мебель ведь у них, да, не старая, не считая кухни. Там, грубо говоря, два стола и одна тумбочка, этот навесной шкафчик, там гарнитура кухонного нет. Но вот всё остальное, оно дешёвое, но оно новенькое. Можно было бы вот этот телевизор, холодильник, стиральную машину, кабинку эту душевую. Господи, не дай бог он ещё эту душевую кабинку будет тащить. Девочки, вот это мы с вами поржём. Вот это будет тема для того, чтобы поржать просто в голос. Остави, напиши в объявлении, что всё, квартира полностью упакована. Заходи и живи. Сделал бы какую-то скидочку, и возможно, возможно, тогда она бы продалась. А так, у меня очень большие сомнения по этому поводу, что эта квартира за такие большие деньги хоть когда-нибудь продастся. Хотя объявление висит. В комментах писали, что он не собирается продавать эту квартиру. Ребят, если бы не собирался, объявление бы сняли. Оно висит, оно действительно и обновляется. Самое главное, Эдик его постоянно, систематически обновляет. Так вот, пару слов ещё он там объяснял про дом. Нечего там говорить, ни о чем. Вернее, потому что мы с вами уже 100 миллионов раз это всё обсудили, проговорили вслух. Девчонки будут жить. Подводим черту такую красную, да? И делаем выясновок. Девчонки будут жить на втором этаже. Там две комнаты сделаны. Он будет там заливать стяжку ещё в двух комнатах, стелить полы, клеить обои. Второй этаж готов. Но, как вы все понимаете, суммируем. Туалета, ванна и воды в доме, в этом двухэтажном нет. Будут ходить на улицу в туалет. Ещё раз повторяю, в туалет все будут ходить на улицу. Гульнас с Эдиком будут жить в этой летней кухне. Он там собирается рушить стены. Гульнас, кстати, в недоумении, зачем что-то рушить. Я тоже не понимаю. Я уже своё видение говорила, девчонки. Может, вы своё напишите. И Эдику в том числе. Эту большую комнату, то есть, ну, самую большую из тех трёх, которые есть в летней кухне, я бы оставила под кухню с большим столом, чтобы там можно было, да, вчетвером кушать и готовить еду, поставить кухонную мебель, гарнитур. Это было достаточно. А в маленькой комнатке можно было бы приспособить, сделать душевую кабину, туалет. Одна комнатка была бы как прихожая раздевалка, но у Эдика своё видение. Девочки, дому 21 год, с 2000 года Эдика озвучил, да, это летняя кухня строилась, начала строиться пораньше. Уверяет, что всё будет замечательно, и Гульнас уже даже скучает. Девочки сказала, уже успела соскучиться. По дому очень хочется ей туда вернуться. И сказали, что когда искали они, домик себе присматривали, то душа не лежала ни к одному. Ничего не нравилось, только из уважения. К хозяевам они молча ходили смотрели, а к этому дому они вернулись. Девчонки, пожелаю я им лично удачи. Хотя мне это всё очень глупо, я уже говорила, вы тоже написали все свои комментарии, работы много, но дай бог, чтобы хватило сил, здоровья и, главное, денег, девчонки. Потому что сегодня Ютуб есть, завтра Ютуба нет. Такое бабка на двое гадала. Кажется мне, что вот доченьки, девчоночки, Миленка и Элинка, не успеют насладиться жизнью в комфортном доме с услугами, с условиями, чтобы в доме всё было, лестница внутри. Он, кстати, Эдик только что пообещал, что сделает внутри двухэтажного дома лестницу. Это очень затратное и сложное мероприятие в монолите сейчас, делать дырку в перекрытии. Но будем посмотреть. Как говорится, я сейчас пошутила, не исправляйте меня, девочки. Обзор закончила. Ставлю точку. Подписывайтесь, не стесняйтесь на канал и заглядывайте к нам в гости. До вечернего обзора, девчонки. Всем пока. Пока.